Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у программы «Между черным и белым» человек, личность которого, наверное, лучше, чем какая-либо другая, вписывается в концепцию нашей программы. Одни считают этого человека святым, другие его проклинают. Но, пожалуй, во всем Приморском крае не найдешь человека, который бы никак не относился к нему. У нас в гостях Виктор Черепков, депутат Государственной Думы. Здравствуйте, Виктор Иванович! Здравствуйте! Виктор Иванович, мы с вами знакомы несколько лет, и все эти годы я, наверное, как и другие журналисты, не раз удивлялся вашей эксцентричности, политической нестандартности. Недавно вы вернулись из такой экзотической страны, как Палестина. Что вы там делали и какова цель была вашего визита? Останавливал войну? Я все время в горячих точках. И когда я был в Приморье, я все время был на баррикадах. А поскольку сегодня самое горячее... Но война тогда не останавливалась? Нет, но в конце концов мы ее остановили. И для того, чтобы победить, надо сражаться, чтобы победить. Это, кстати, к тому вопросу, который был задан вами. Палестина – это сегодня боль планеты. И даже не потому, что арабы или представители еврейской национальности. Нет, даже не поэтому. Это может быть та точка, на которой отрабатываются дальнейшие дестабилизирующие состояния в том и любом регионе. Это то место, где надо температуру будущей войны измерять. Вот почему. Даже не потому, что в отчаянном состоянии находится эта страна. И что вот уже начиная практически с 1956 года народ Палестины борется за свою свободу в самых труднейших условиях. И поэтому по просьбе Арафата мы туда прибыли. То есть инициатива была... Да, это была инициатива чисто Арафата. И он посылал за нами в Москву специально свое заместитель. И мы с ним встречались в посольстве там в Москве, дважды встречались и разрабатывали всю схему этой поездки. То есть у вас была своеобразная миротворческая миссия? Вообще это первый случай. Либо вы изучали ситуацию. Нет. Это первый случай в России так называемой народной дипломатии. И мы как депутаты, у нас было три депутата, действительно эту роль брали на себя. Несмотря на то, что министерство иностранных дел не совсем симпатии относится. Конечно, оно не имело право нам запретить. Но оно всячески заволокичило целый месяц. Ну, мы приняли решение. И когда сказали, что министерство иностранных дел нам не рекомендует, тогда я прямо сказал, тогда едем. Когда? Завтра. На перекур правительству. Да, конечно. И сегодня и министерство иностранных дел, и правительство, и, я думаю, в общем, около президентских руководителей, они благодарны за эту поездку. Эта поездка была, ну, во всяком случае, необходима для того, чтобы выразить позицию не через, может быть, действия министерства иностранных дел, которые иногда скованными могут быть в тех или иных случаях, благодаря каким-то сложностям отношений с той или иной страной. И тоже Путину, может быть, нельзя было принять ту позицию, которую мы приняли. И это сработало. Это сработало. И весь наш визит туда освещали газеты и палестинские, и Израиль за этим следил. И они отслеживали все эти события. Наша задача была показать истинную картину, не так, как средства массовой российской информации и средства массовые, некоторые международные, освещают, а какова истинная там установка. И я убедился, что на 180 градусов наши средства массовой информации по России преподносили образ палестинских террористов в противоположной стране. Это действительно освободительная война народа, который загнан в тупиковые положения. И для меня было удивительно, ну почему люди взрывают сами себя? Ну жизнь же самая дорогая. Оказывается, им запрещены все виды оружия, кроме автомата Калашникова. Они даже гранату не имеют права у себя. Их бомбят ракетами, самолетами, бомбами, танками из безоткатных орудий, мины. А они только себя взорвать могут. Вот весь этот секрет. И я думаю... И каковы рекомендации? Вы выработали какие-то рекомендации? Значит, во-первых, было обращение к Путину. Мы это обращение подписали и отправили. Мы подготовили и отправили письмо наше видение в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Поскольку наша позиция, как ни странно, полностью совпала с позицией комиссии Конгресса, которая работала там, в Палестине, совсем недавно. Сто процентов. Я даже удивился. Я думал, что у Соединенных Штатов Америки другая совершенно позиция. Оказывается, они точно так же понимают, как мы эту ситуацию. И это нам было отрадно. То есть вы, в принципе, другими глазами посмотрели на истоки терроризма международного? Нет там никакого терроризма. Люди, которых лишили работы, право передвижения, изгнали земель, захватили все объекты водоснабжения, в центре строят на самых лучших плодородных землях свои поселения и не пускают туда палестинцев, и запрещают им экспорт и импорт продовольствия, а там больше ничего другого нет. Они согнали их на самые неблагородные земли, скалы. Я там видел, как они разрабатывают эти скалы, там одни камни, и видел, какие земли отхватила Израиль. И, естественно, это совершенно другая ситуация. Там и терроризма никаким не пахнет. А вот Арафат рядом. Вот я до сих пор с таким глубоким уважением к этому, значит, человеку стал относиться, когда он отозвал меня, и вот через переводчика говорит, вы знаете, причем он это третий раз повторил, мы так нуждаемся в вашей помощи. А сколько вы с ним встречались? Сколько для вас встречи? Где-то полтора часа встречи. Это очень много. Для руководителя такого уровня это очень много, причем вести приимно. Но мы с его заместительными, с министром иностранных дел, с губернаторами, с мэрами, значит, и со многими другими общественными политическими деятелями высокого уровня, мы в течение четырех суток в напряжении встречались. Мы были в горящих точках, попадали под обстрелы, видели воочию, как все это происходило. Вот на этой разделительной полосе. То есть, по вам стреляли израильтяне? Ну, стреляли не по нам, они стреляли по другим, но мы в этих точках, в этих местах были. Было страшно? Нет, я прошел войну и окопную, и такую, поэтому, в мирных условиях. Вы, вы знаете, несколько, не так давно я посмотрел одну видеозапись, это было, по-моему, в 93-м году, когда во Владивостоке шли выборы главы администрации, мэра Владивостока, и тогда была встреча устроенная между журналистами и кандидатами в мэры. Тогда было, по-моему, около 17 человек, и тогда еще, ну, естественно, были и вы тогда. И вопрос задали вам, но тогда еще много других людей было, они были гораздо моложе, чем сейчас, время очень сильно изменило, в том числе и вас. Вы тогда выглядели несколько моложе, задали вам вопрос, с чем вы пойдете на выборы, то есть в чем ваша основная, ну, вы видите свою цель, свою задачу. Вы сказали, что правозащитная деятельность, вы сказали, что вы будете продолжать дело Сахарова. Зачем вы создаете сейчас свою партию? Вот при сегодняшнем раскладе, будь трижды Сахаровым, или пятикратно измерения. Я так сказал, что вы создаете свою партию. Может быть, еще многие об этом не знают. Виктор Иванович Черепков создает свою партию. Как она будет называться? Я даже создаю не столь партию, естественно, саму партию создаю, сколь создаю систему. Вы знаете, я большинство использую нестандартные шаги. По этой причине я часто не понимаю. Я понимаю только тогда, вроде бы, вот все, его должны победить, и вроде бы уже даже победили. Но даже если победили, то они проигрывают в этой победе. Эта победа становится для них обременительна и по моральным, каким-то физическим, административным и прочим качествам. Поэтому я стремлюсь учиться у природы. А природа даже из дерьма делает компост, и на этом выращиваются благодатные розы, овощи и так далее. Поэтому я стремлюсь учиться у природы, в том числе и когда я на фронте политической какой-то борьбы или деятельности. Партии сегодня уже настолько это все привычно, и настолько все это стало для многих избирателей и граждан противно, что создавая партию, даже если ты создаешь из благородных намерений, то поймут это только через какое-то время. А времени этого нет. Да, и даже если поймут. А вот этого времени сегодня нет. Поэтому я создаю систему. А в этой системе партия играет определенную роль как инструмент политический для своей трибуны, программы, как бы вовлечения в систему, достижения цели участия во власти, как в законодательной, путем депутатов по списку и депутатов одномандатников и своей фракции там, и естественно в исполнительных органах власти и влияние на процессы, происходящие в стране. Ведь сегодня в чем ущербность нашего государства? Власть сегодня на всех уровнях оборзела от безнаказанности. И я убедился не просто, а вот в Приморге или что где-то. На всех уровнях. Позвольте вас перебью. А ведь сколько примеров в последнее время, когда власть наоборот освобождается от тех представителей, которые роняют тень на власть. Вот сколько уголовных дел за последнее время. Вы хотите провести Приморье что ли? В том числе и правительство Российской Федерации. Это далеко не так. Просто одних меняют на других. Было время Березовского, и он создавал свою команду. Время Березовского, ну, нельзя сказать, кончилось, но во всяком случае потерпело какое-то поражение. Мы не будем говорить временное, постоянное, но его влияние... А вы сами как считаете, временное или постоянное? Я думаю, временное. То есть Березовский еще будет влиять на внутреннюю политику Российской Федерации? Да, будет влиять, и он продолжает влиять. Пока он не активизируется, потому что есть какие-то причины и рычаги влияния на него и на его бизнес. Но как только он свой бизнес отсюда выведет, естественно, финансовых каких-то и материальных средств... Тогда Россия станет неинтересной ему. Россия будет интересной для Березовского. Россия сегодня интересна для всех бизнесменов. Потому что шальных, дурных таких денег ни в одном государстве сегодня невозможно приобрести так, чтобы были 200% прибыли с использованием единственного рычага, это власти. Но, по-моему, уже прошли такие времена, шальных денег в Российской Федерации. Нет. В начале это были МММ, это была разница цен внутренних и внешних. А сейчас, по-моему, все выровнялось. На чем сейчас делают деньги в России? Шальные деньги. Сегодня это система МММ у правительства. Но я даже вот скажу, что доллар сегодня по стоимости максимум 8,5 рублей. А он у нас почти под тридцатку. Что это? Это государственные МММ. В масштабах власти, которые мало того, что зарплату платить маленькую, работы нет. И еще даже в валютно-денежных рублево-долларовых отношениях обманывает собственный народ. И я просто могу доказать вам, если доллар 19 августа 1998 года стоил порядка где-то около 6 рублей, а его сразу же сделали 14, потом 20 с лишним и сейчас уже догнали до 30-ки почти, то стоимость, то есть доллар сегодня возрос по сравнению с августовскими событиями почти в 5 раз. Почти в 5 раз он подрос. Но цены возросли максимум в 2 раза. Спрашивается, если бы вот так же доллар и цены шли... Ну конечно, было бы все привязано, тем более все привязано в доллар. Конечно, все бы у нас рухнуло давным-давно. Но у нас не рухнуло. И весь секрет Примаковского правления заключался только в одном. Доллар увеличили в 2,5 раза в течение недели. И таким образом у граждан и у предпринимателей изъяли эти деньги, выплатили учителям. Перестали ползти, значит, там шахтеры на рельсы и так далее. Учителя голодовки прекратили и так далее. Но сделали это не за счет какого-то технического потенциала, подъема экономики и так далее. А залезли в карман гражданам и мелкому среднему бизнесу, разорив сотни, а то и та же тысячи. Хорошо, как может политическая партия повлиять на снижение курса доллара? А очень просто она может повлиять. Партия, которая будет иметь большинство в парламенте, она будет способна влиять на правительство. Ведь сегодня как ситуация складывается? Это безусловно. Но вы рассчитываете на то, что ваша партия будет иметь большинство в парламенте? Я думаю, что если создается определенная группа или несколько фракций, способных влиять на правительство, то в этом случае правительство будет как-то прислушаться. А сегодня правительство приходит на отчет, даже если удается пробить, чтобы через депутатские все каналы и решения Думы, чтобы заслушать вице-премьера того или иного, он приезжает, во-первых, не премьер, а какой-нибудь вице-премьер прибывает, и он уже заранее знает, что это формальная сторона. Потому что все поднимут большинство и проголосуют одобряемся. Их большинство сейчас. А вот опять вернемся к созданию, к механизму создания партии. И вообще сейчас ведь это более сложно, нежели было там несколько лет назад. Для меня хоть тогда, хоть сейчас одинаково. И я вам поясню, почему. То есть нужно ведь иметь сторонников в других регионах Российской Федерации. Это не проблема. Не только в Приморском крае. Как вам относится в других регионах? Это не проблема. Я специально, когда все вот там загорали в Аграх, там где-то на Гавайях, депутаты, отпуск. А я, поскольку ни выходных, ни отпусков не имею, я принял решение. Раз правитель заговорит, что вот у нас прирост, 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 я принял решение. Поезжу я по России и посмотрю, где у кого чего приросло. И где я не появлялся, никакого прироста нигде нет. А где вы были, в каких регионах? Я специально брал регионы разных ориентаций, социальных, экономических, политических слоев. Я брал чисто коммунистические регионы. Воронеж, Краснодарский край, где большинство всегда было коммунистов. Причем они разные по своему уровню и сельскохозяйственные промышленные потенциалы. Там, как ни странно, в коммунистических регионах мой рейтинг выше всех. Он колеблется по России от 16 до 39, в разных регионах по-разному. Это на основании каких-то данных? Вы срезами родились? Да. Я специально, это очень недорого стоит, у меня была такая возможность, поскольку, в общем-то, интересовались не только срезом. Более того, оказывается, срезы по Черепкову, и когда я туда обращался, говорят, Виктор Ильич, а у нас уже готовые данные по вас есть. А как? А нам был заказ. Я стал интересоваться, от кого заказ. Заказ, оказывается, был от этих самых олигархов, которые формируют сегодня политическую ситуацию в России. То есть олигархи берут вас в расчет? Олигархи, они, может быть, не специально меня брали в расчет. Они смотрели, сейчас дефицит на новых лидеров. Все это приелось. И яблоко. И приелось Зюганов со своим электоратом, который вот только протестные они там оккупировали, и все. Сейчас чуть будет улучшение у нас, все, протестного электората не будет. А идейных коммунистов там раз-два и обчелся. И то они убывают, а прибывают меньше. Нет, не идейные коммунисты. Да, нет. Да и сама верхушка, это далеко не идейные. Они верят никогда и не верили раньше ни в какой коммунизм, ни в какие коммунистические идеи. Более того, мы шли эти 70 с лишним лет не марксистским путем. И вот мы сейчас публикуем материалы, третий путь. Мы там показывали, что настоящий социализм давным-давно построен капиталистами, о котором писал Маркс. И Ленин чуть-чуть начинал этот социализм во времена НЭПа делать. Потом Иосиф Васильевич и все остальные от этого социализма ничего не оставили. И они просто вот эту вышибаловку делали. В основном средства производства производили, вбухивали туда огромные деньги. Такой взгляд на историческое развитие, скажем так, он есть на самом деле. И в этой ситуации не верит никто из лидеров коммунистов, что они построят какой-то социализм, и когда-то будет коммунизм, и когда-то они победят. Какова идеологическая основа вашей партии? Она ближе к социализму, это социал-демократическая позиция? Я не рассматриваю, вот это очень плохо, когда все время разделяли общество, хотя вот между черным и белым у нас здесь. Но я всегда был против, когда разделяют людей на красных и белых, на тех, на других и так далее. Это все время конфронтация и борьба. У нас не было никогда конструктивной оппозиции. У нас все время была оппозиция революционная. Одни ставят одни к стенке, вторые другие к стенке. В результате чего лучшие умы, когда приходят одни к власти, уходят за рубеж. Когда революции 17-го, когда пришли демократы, опять лучшие умы ушли опять за рубеж и вместе с деньгами ушли. И последние даже олигархи увезли эти деньги. И мы опять остаемся в результате от революционного процесса у разбитого корыта. Поэтому, глядя на все это, и экономический путь, не первый, не второй, не капиталистический, не социалистический, а третий путь. По этому пути сейчас идет Китай. Но для России он немножко должен быть своеобразным, учитывая вот эту вот ее большую ресурсную базу и так далее. Вообще может быть своеобразие. Во-первых, даже в самой теории экономического расчета все наши ученые и академики закладывали только две составляющие. Они закладывали составляющую постоянную, это средства производства, фабрики, заводы и все остальное. И переменные. Это рабочие силы и остальные накладные расходы, которые там и идут, это переменные составляющие. И никогда не закладывали третью составляющую. Там было К1 плюс К2 во всех их формулах. И никогда не рассчитывали третью составляющую – ресурсы. А для России, как ни для другой страны, самая главная экономическая составляющая – это ресурсы. Ресурсы какие? Материальные ресурсы? Нет, лес, природные ресурсы, которые просто вот так, дробовым способом даны. И именно вот в этом переделе самое страшное не то, что заводы там кто-то приватизировал и так далее. Все это ерунда. Тем более, что наши заводы, туда только капиталовложения были сделаны, а экономическая эффективность всегда была чуть ли не нулевая, ну с небольшой там прибылью. А если взять, когда на северах, там в основном осваивали и вбухавили эти капиталовложения для того, чтобы показать прирост у нас, а тогда же ведь не только продукцию показывали, а сколько ее вложили в капитальное строительство, поэтому и вбухивали все эти деньги, и севера для показателей были важны, а сейчас все севера загибаются по той причине. А никогда не показывали ресурсную составляющую. И вот эта вот ресурсная составляющая для России является основой. Ведь недаром сейчас говорят, что вот мы можем рассчитаться с долгом, если вот будет стоить столько долларов одна единица нефти. Вот в реальном расчете финансовом они рассчитывают, а в экономике никогда не рассчитывали, и это очень важно. Даже несмотря на то, что Россию разорили, если мы ресурсы оставим за собой, Россия очень быстро поднимется. Единственное, что надо отобрать эту трубу, этот лес, эти недра, в том числе и систему энергетики, которая является базовой для всех остальных. А у меня сейчас идут проработки в масштабах России, и уже мы сейчас закончили первую часть научного труда с академиками. Я же не просто там в Москве голосую или не голосую. Там ведется большая работа, которая создает фундамент для той системы, которой мы вот коснулись, но ушли в сторону. Вот вы заговорили о ресурсах и о грамотном их использовании. Как вы относитесь к проблеме изменения тарифов на энергетику, на коммунальное хозяйство? Хорошо, я вам начну с того, что я не просто отношусь, а я пытаюсь влиять. Потому что относиться хоть хорошо, хоть плохо, но и относись. Я пытаюсь влиять на эту политику не только в Приморье, но и в России. Более того, например, мы в Дальнегорске уже с помощью прокурора отменили тарифы. И я работаю... То есть отменили повышение тарифов, видимо? Да, отменили. Те тарифы повышенные, которые там дырали. Через суд, через все... Вы доказали неправданную себестоимость завышенная. Но это начальные только стадии. Ведь сегодня говорят, что вот долги старые, черепковские какие-то здесь и так далее. Никаких долгов не было. И Дальнегорга должно оставалось 350 миллионов в новых ценах. Дальнегорга, Мэрия, это единственный город, который в этом плане оказался таким, что Дальнегорга должно иметь. А почему же тогда Дальнегорга до сих пор отключает трамваи, троллейбусы, не включает это плиение вот сейчас в Владивостоке? Ну, в чем здесь секрет? Перед вот этим вот переворотом, мною в трех томах было доказано, что 1 миллиард 115 миллионов, которые повесили на город Владивосток, это не долги города Владивостока. Точно так же, как сегодня на партизанск повесили долги и отключают... А чьи это долги? А это долги государственные. То есть федерального бюджета. Да. Другой разговор, каковы взаимоотношения краевого бюджета федерального и регионального, но он как часть федерального бюджета, и федерального бюджета России, там через Минфин, который мы сейчас в Думе утверждаем. Вот на этом стыке и вся разница, и все проблемы. То есть за энергетику, вот вы, допустим, при мне платили 25% за тепло, а 75% это шли трансферты государственные. Сейчас платите вы 80%. Ну, это такова реформа, которую правительство... Нет, реформы-то разные. Реформа жильщенно-коммунального хозяйства. Да, но реформа, она там дана... Она, кстати, предусматривает субсидии, и все меньше и меньше. Да, конечно, конечно. И там ведь сама реформа предусматривает как? Зарплата растет, тарифы уменьшаются, а процент государственной дотации уменьшается, но в связи с уменьшением тарифов и ростом зарплаты, возможность повышается у граждан, повышается составляющая платежей у граждан. Постепенно, до 2007 года. Но я в Владивостоке ввел совершенно другую политику. И была самая низкая квартплата в России. Да, не осудился, да, не ругался. Но такова участь мэра защищать интересы граждан, которые тебя избрали. И города в первую очередь. Виктор Иванович, позвольте с вами, может быть, не согласиться. Давайте, это даже лучше. Была низкая квартплата, да? Да. Не работали лифты, не возился мусор, не ремонтировались подъезды. Это другая была совершенно причина. И так далее. Вот к чему приводит такой популизм политический. Когда я стараюсь сделать популистское решение для своих избирателей. Я знаю, что у меня через год, через два избираться. Ничего подобного. Причина была совершенно другая. Вы прекрасно знаете, что мусорная война придумана Юрием Михайловичем Копыловым, Гришуковым и даже, как ни странно, Горячевой. Я уж не говорю о недрах краевой администрации бывшей. Но я не хотел бы туда уходить. Это некорректно. Я обычно о тех, кто ушел, никогда даже стараюсь не говорить. Но раз мы затронули, то... Да, ведь это же было разработано. И когда он говорил, что ну как же, я же первый зам у Черепкова, как раз отвечаю за эту приборку. А он говорит, ничего, средства массовой информации у нас, мы все покажем, что это Черепковина. Это когда я улетел в Соединенных Штатов Америки, нас три мэра по России, лучших мэров по России. Это тут меня пенали. А в России и за рубежом там совершенно отношения ко мне другие. И через конгрессы Соединенных Штатов Америки они сами определили, кому они дают право обучение вот этому муниципальному искусству управления городами у себя за счет денег. И на две недели нас трех мэров туда забрали. И вот тогда была придумана мусорная мэра. Пока Черепкова нет, мы быстренько организуем забастовки саховцев, а все мусоровозы только у них, 100 с лишним автомашин. У Мэри же ни одного автомашины не было. И у пюджетов ни одного автомашины не было для вывоза этого мусора. Он ничего с ними не сделает. Мы договоримся, значит, с господином, который руководит, он, кстати, член горкома КПРФ, даже крайкома КПРФ, господин, мозговой, по-моему, его фамилия. И таким образом он ничего не сделает. Грешуков организовал это дело, а не даже криминальный мир, поскольку все мусорки тоже замыкаются, кладбище на криминал, все это подельно у нас в Приморье, это не секрет. Даже их подговорили, чтобы они участвовали в этом. И я ничего не мог сделать. Мы все же давайте это закончим. Во всех вот этих... Ну там понятно. Поэтому это было все искусственно организовано. А возвращаясь к этим... Это было кошмар. Да, но кем это организовано? И потом я вынужден был закупить все эти фауны, 156 единиц боевых, новейших, с мигалками, с пищалками, первый раз пылесос. Которые не могли идти к подъезду там. Они заходят. Это все пиар. Как так? Они заходят по улочкам всяких разных других стран. Это же французская техника. Это немецкая техника. Петрович, я вот на что... А здесь не могли... А я сейчас подумал, да я о чем хотел спросить вас. Вы, когда... Вы шли нетрадиционным путем. Я вынужден... В организации городского хозяйства. Вы применяли решение, принимали решение нетрадиционное. И волей или неволей вы вторгались в сферу деятельности криминала. Вы об этом говорили много раз. Это было связано с введением бесплатного проезда. Куда бы я ни входил, я обязательно входил. Потому что он весь поделен был. Весь бизнес, вся территория, вся земля. Поделен был и сейчас еще уже передел там осуществляется. Это было в 90-х годах, в которых как раз пришлось... Конечно, началось кооператив. Да, конечно. Вот он как раз сталкивал вас с криминальным... Он был в основном поделен с 94-го по 96-й. Вот когда меня убрали, и здесь был Толстошейн Борис Николаевич, то есть Константин Борисович. И в этой ситуации, конечно, произошел передел. И он не только у нас в Приморье произошел передел. Он и в России в большинстве произошел этот передел. И в Москве, и везде. То есть потом, когда вы вернулись на должность мэра, вы уже в очередь с этим и столкнулись. Конечно. А сейчас как это вот? Удаётся ли вам? Приходится ли вам сталкиваться с таким проявлением криминального мира? Не только сталкиваться, но и работать приходится. То есть сотрудничать? Ну как сотрудничать? Или использовать? Сотрудничать. Я должен учитывать, точно так же как штурман, учитывать течения, тайфуны, тёплые и холодные течения, ветер, льды. И он делает поправку курса. Любой политик, любой мэр, губернатор, он должен на это учитывать. Как бы мы ни хотели, до 70% сегодня всей торговли находится в их руках. И уже криминал-то, это уже не тот криминал. Если он в начале 90-х годов был криминал, разбой, рэкет, и они где-то там, значит, на рынках собирали эти деньги, и палаточку там взрывали и так далее, то у них совершенно сейчас другое. Наоборот, они сейчас имеют влияние и как-то это сдерживают. Сегодня не имеют большие деньги. И идут в политику? Да не только сейчас в Думу. Если раньше они выдвигали своих просто представителей и через них пытались, то сейчас в открытые руководители уже вот в эту Думу выдвигают и выдвинут ещё свои кандидатуры. А как вы считаете, вот сейчас произойдёт ли на Дальнем Востоке криминальный передел в связи со смертью одного из лидеров мира? Он, в принципе, этот передел начался... Смерть была случайной или не случайной? Нет, ничего нету случайного. И его присутствие в камере не случайное. О том, что он был таков, знали все эти времена. Все знали. Даже любая бабушка, которая далека от криминала, она знала, кто такой Джем и так далее. А что милиция, ФСБ и все остальные не знали прокурора? Конечно, знали. Точно так же никогда бы банда Лорионовой не была уничтожена, если бы не начался передел вот здесь. Если бы не прибыл Баула из Дальнегорска. И если он не стал осваивать здесь, и ему не стали помогать определённые органы, наши силовые, чтобы осуществился этот переделок. Это, по-моему, из сферы мифов. Что? Жизнь, когда на неё смотришь, она несколько по-другому, чем... Нет. Это когда смотришь со стороны. А когда смотришь всё это изнутри, то ничего не бывает случайно. Всё это обязательно происходит благодаря тому, что чьи-то интересы здесь сталкиваются. Точно так же, как взрывы этих высотных домов, этого экономического центра Соединённых Штатов Америки. Это не случайно. И никакие здесь не террористы. Да, это люди действительно готовились, как террористы. Но их готовили. И деньги там совершенно другие играли. А вот знаете, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что следующий акт террористический, который сейчас переживает Соединённые Штаты Америки, рассылка вот этой вот сибирской язвы в письмах, организована, ну скажем так, теми силами, которые заинтересованы сворачиванием демократических свобод в обществе. То есть, например, в несанкционированном периллюстрации, чтении писем, прослушивании телефонных разговоров. И вот это вот как раз, просто это наступление на демократическую. Как вариант, да. Как вариант, да. Отрицательно. Отрицательно. Потому что причина совершенно в другом. в политике Международных Соединённых Штатов Америки. Ну скажите, там Франция, или... Мировой жандарм. Да. Мировой жандарм. Да, они просто, да любое государство, даже европейское взять, даже со всеми натовскими этими бомбардировками, и так далее, и то различают. Ведь они выбрали специально мирового жандарма-действитель. И у них нет другого способа было получить как-то. Но вообще, корни этих взрывов, они идут совершенно с другой стороны. Не все наши средства массовой информации, наши политики это освещают. И задача совершенно в другом заключалась. Впередели тоже и мира, и экономические сферы. И удар был не только потому нанесен, что вот именно эти здания хотели обрушить. Они нанесли удар как раз по экономической составляющей, вот как символу Соединенных Штатов Америки, уничтожив его, а за это время будет подниматься в других странах такой же, ну, может быть, поменьше, но другой же, такой же символ. Поэтому там все значительно сложнее, чем мы когда вот читаем в газетах и смотрим журналистские репортажи с телеэкранов и радиоэфиров, слушаем. И в Приморге та же самая картина совершенно другая. Речь идет о столкновении интересов. Конечно. Продолжим вот эту тему вот в таком аспекте. Приморский край сейчас приходят инвестиции. Приходят инвестиции российские и иностранные. Как вы считаете, будет ли здесь присутствовать в интересах? С местным капиталом. Я понял. Вы на рыбалку когда-нибудь ходили? Были когда-нибудь на рыбалке? Были. Что вы насаживаете на крючок? Обычную наживку. А это сейчас у нас в режиме инвестиций в Приморге. Вот это крупная рыбалка московских акул, рыбаков и вот эти вот инвестиции, тот же самый червячок, который как только мы заглотим, мы оказываемся на крючке. И потом эту рыбку нашу экономическую пожарить на блюде этих ребят. А Приморский край с точки зрения инвестора он интересен? Он очень интересен. В какой мере? Это самое привлекательное после Москвы, а там уже перенасыщено, это самое привлекательное инвестиционное может быть среда для России. Здесь было только две причины. Первый, криминал и небезопасный. И второе, нестабильная власть. неизвестно, в какую сторону непредсказуемое покажет. Но криминала сейчас нет, а власть стала стабильнее. Нет, по-моему, и то, и другое объединилось в одно. Если так образно сказать. Потому что все это не так. Криминал никуда не делся, только он приблизился ближе к власти. Вот я бы откровенно сказал. Я всегда откровен. Вот сейчас началась избирательная кампания по выборам депутатов законодательного собрания Приморского края. Вот при такой ситуации роль законодательного собрания должна быть скорее всего в создании условий для правильного, для правильной работы капитала на пользу жителей Приморского края. То есть Думы по-старому либо сейчас законодательные собрания должны принимать законы, которые регулируют деятельность любого капитала, который приходит на нашу территорию. Да. И я более того скажу, что на всем побережье Российском, Тихоокеанском самое выгодное вложение капитала это Приморье. И не зря Абрамович этот регион присмотрел. И все переделы, которые были во время вот этих... Имеете в виду, он присмотрел не только Чукотку, но и весь... Да нет, Чукотка лишь только потому, что зацепится и все. Ну зачем ему нужна эта Чукотка, как он там себя реализует с их 60 тысячами населения, это в два раза меньше, чем город Артем, это весь этот округ, ни промышленность, ничего. Что там, в юртах наводить? Да, там может быть где-то в недрах чего-то и есть, и есть, это я точно знаю, и вы видим, не сомневайтесь, но стоимость всего, в этом вечном мерзлоте, оно будет нерентабельно в этих условиях. Поэтому это совершенно другой разум. Это просто как бы начало завоевывания, экономического завоевывания Дальнего Востока, включая и Якутию. Ведь олигархи, которые были как бы оттеснены или равноудалены, как говорит Путин, от президента, они точно так же, как криминал, который делит все регионы, города на сферы влияния, они точно так же поделили сейчас Россию на сферы влияния. И вся трагедия выборов губернатора, которая здесь происходила, она только этими интересами и двигалась. Иначе бы, ну кто стал бы вбухивать по 10-16 миллионов долларов в того или другого кандидата. Вы же видели, какая была дачка. Да, даже не участвовали. Да. Кстати, как вы пережили свое поражение на выборах? Ведь вы проиграли. Прекрасно. Черепков запомнить никогда не проиграли. Я же вам сказал, что даже когда на меня валили всякое дерьмо, я радовался. Все это переработается, как в компостной яме, и обязательно на этом вырастут вот добрые эти начала. Точно и так же умный политик, если он действительно обладает мудростью и имеет мозги, из любой ситуации находит положительный выход и выигрыш. Поэтому я стремлюсь как-то приблизить. Не всегда, быть может, получается, но я всегда стремлюсь приблизиться вот к этому как бы идеалу. Поэтому не было никакого поражения. Я знал весь расклад. Я знал весь этот сход. И я бы получил эти 2 миллиона долларов за то, что я отказываюсь от этой губернаторской гонки. Много бы на эти 2 миллиона долларов мог сделать, но я, не беря их, практически победил. И есть такое понятие, когда поражение достойнее побед. И все, что произошло здесь, я охарактеризовал таким образом. Это наказание избранием всех, начиная от избирателя и кончая сегодняшним губернатором. Ну, да, это как в религии говорят, что власть она от Бога. Хорошая власть поощрение, а плохая власть наказание. Да. Мы не будем спорить. Конечно. И мне вообще-то не хотелось даже затратить. Мне просто некорректно это. Вот сейчас опять идут выборы. И ранг этих выборов он как бы ниже уже вашего уровня. то есть губернаторские и Думы. Вы в них, скорее всего, участвовать не будете. Или я ошибаюсь? Лично, как кандидат, конечно, нет. Но кого-то будете поддерживать. Но я просто обязан. А вот в связи с этим вопрос такой. Ну, в общем, какого вы будете поддерживать? Идут на Думу, например, по-моему, даже по одному округу. Идут два ваших бывших соратника. Это Гильгенберг, Владимир Гильгенберг и Юрий Копылов. Это два управляющих городом Владивостоком бытность Черепкова Виктора Владимировича Мэра. То есть два ваших бывших соратника. Вы будете поддерживать их обоих? Ну, по-моему, тут ответ напрашивается даже грудному ребенку. Естественно, я буду поддерживать. Я не хочу это сказать вот здесь в камеру, потому что оба они уже заявления написали. Если я кого-то сейчас как должностное лицо, а я все же депутат, а это должностное лицо, это произнесу, я нанесу им какой-то урон. Я очень тонко это знаю. Я вопрос выдам так. Вы вместе с ними работали, они были в вашей команде. С тех пор, как вы перестали вместе работать, остались ли у вас личностные отношения с одним и другим? Пленка закончилась. Все, поехали, включаем, да? Все, едем, да? Хорошо, Виктор Иванович, я, чтобы не не мешать, не мешать ему вот на выборах, вопрос задам по-другому. После того, как вы перестали работать с ними вместе, после того, как они перестали быть членом вашей команды, я имею в виду Копылова и Гильгенберга, остались ли у вас с ними личностные отношения? Встречаетесь ли вы с ними? Поддерживаете ли вы с ними какие-то контакты? С Гильгенберга, конечно, встречаемся, встречаемся очень часто, и вчера встречались. Ну, с Копыловым встречаться сейчас невозможно, и было бы некорректно. Настанет время, когда жизнь, судьба, его сложность по-другому, может быть, даже и передачи принесу ему. Поэтому в этом направлении все может случиться. Я не злопамятный, и моя задача... Передачи какие вы имеете в виду? Ну, где там будет, в следственной камере, или, может быть, где-то... Вы тоже верите в то, что Юрий Михайлович допустил какие-то нарушения в своей деятельности? Это было бы глупо предполагать, что такового не случилось бы. Я же хорошо знаю Юрия Михайловича, когда он был у меня первым заместителем. После третьей поездки в Москву, когда я его оставил, и когда я прибыл, и оказалось, что земля, где должны строиться развязки, она отдана, ведь я Боляевскую развязку задержал на два месяца. Мы бы его не в четыре с половиной месяца, а в два с половиной месяца сделали. Пока утрясал там вот все остальные вопросы, как он эту землю раздал, даже не поставит меня в известность еще в те времена. И Боляевская развязка, она же не закончена. Там переброс Сабанеева на Жигура, когда вот там выезжаешь и сталкиваешься со встречным этим движением, приходится останавливаться и так далее. Там предусматривался еще переброс оттуда из бензозаправки небольших шириной 12 метров и всего лишь только однопролетный этот путепровод и там сразу на разных уровнях разъезжать. Его до сих пор я не мог это реализовать, потому что земля была отдана. Та же самая картина, когда я прибыл и вдруг 50 миллиардов старых цен зачитано даль морепродуктов. Незаконно и причем даже не поставил себе вызвать. Скажите, на ваш взгляд, можно ли остановить казнократство не в рамках допустим города Владивостока, а вообще и в России. Здесь два варианта. Что для этого нужно? Во-первых, самое страшное сегодня это наличные деньги. И они приблизительно в 7 раз превышают наш бюджет российский. Вы имеете ввиду неучтенный теневой бюджет? Да, конечно. Вы же прекрасно знаете, что сейчас даже вот если решить эту проблему, то сразу же можно увеличить пенсии минимум в два раза. Даже не повышая никакие экономические другие показатели и так далее. Но для этого деньги должны быть в стене, для этого должны быть нормальные экономические условия, для этого должны быть нормальные законы. Опять же возвращаясь, это должны быть депутаты, которые способны принимать такие законы. Абсолютно вы правы. Почему именно вот я завязываю на партию, привести во власти, в депутаты наиболее прогрессивных, честных, в порядочных третьих людей. Не правых и левых, а третьих, у которых инструктив. вы скорее всего не случайно именно вот сейчас прибыли край, когда здесь идут выборы и оставили создание партии. То есть наверняка вы будете... У меня важный фронт там в российском масштабе, но я не могу упустить здесь. Поддерживать ледитные кандидаты. для края важно очень, чтобы не были там, вот как раньше было на Заратенковской черепковцы, а что там были люди трезво болеющие, не разделяющие, и чтобы не было драки, а трезво болеющие за интересы края. И самое главное, это важно еще по другой причине, я извиняюсь, что вас перебил, что они будут на сегодняшний день как бы уравновешивать, чтобы в масштабах Приморья сейчас не произошел передел, как он произошел в масштабах города Владивостока. Чтобы все то, что еще сохранилось в какой-то степени при Евгении Ивановиче, это пустить во благо, а не очередной передел, при котором обязательно 50% этих ресурсов уходит в никуда. И более того, если этот передел будет продолжаться, и если не будет действительно вот сильной законодательной нашей приморской власти, то никакие инвесторы, кроме этих московских, которым, значит, все съесть, а что не успеют понадкусывать, значит, не прибудут к нам. И все, кто сегодня не прибывает, у них только одни цели. Здесь производить, здесь мусор, отходы и маленькая зарплата, она очень экономическая. Мы так не согласны. Я думаю, с этим не согласятся все жители Приморского края. Это вы не согласитесь, я не соглашусь, операторы не согласятся, слушатели сейчас не согласятся. А те, кому отстегнуть определенную сумму, кто решает эти вопросы, пользуются определенным моментом, не всегда же во власть приходят на долг. Поэтому там все согласия будут. И они будут обличены как раз в упаковку инвестиций. Нет, это червячок на удочке. А все мы будем пойманы на этот червячок. Во время губернаторских выборов вы говорили о том, что вы идете как кандидат от Евгения Ивановича Назратенко. А продолжаете ли вы поддерживать с ним консультации по поводу происходящего в Приморье? Где-то... И вот сейчас на выборах советовались ли вы с ним, либо у вас уже выработались давным-давно общие взгляды на развитие ситуации в Приморском крае? Даже если кто-то из моих явных оппонентов, даже Копылов, если завтра сядет вот с той стороны стола, а я буду с этой, я буду вести диалог и переговор. Потому что в этом случае побеждает мудрый, а не амбициозный. И моя задача всегда была не войну разжигать, она никому не нужна. Тем более в моем возрасте, с моей школой жизненной. Сколько, кстати, вам лет? Вы так говорите, что в моем возрасте вы так держитесь достаточно бодро. И говорят даже, что почти не спите. Во что я, честно говоря, не верю. Приходи ко мне работать и убедитесь в этом. Я иногда трое суток не ложусь и никто даже не помнит, и даже никто не заметит, что я не ложусь. Я действительно и со мной очень тяжело работать. 59. Но у меня есть одно преимущество. Я вечно себя чувствую молодым и, между прочим, есть секрет, я могу поделиться. Как чувствовать себя? Поделитесь. никогда не подходи к зеркалу и не смотреться. И всегда будешь чувствовать себя лейтенантом или студентом, что я и, как правило, делаю. Я забегаю на этаж шестой, седьмой, а молодежь за мной не успевает, как я хожу. Я в танцах могу три часа без остановок в ритме, а они уже на втором сдыхают. Поэтому, конечно, школа вот той нагрузки, которой была, начиная с детства вообще в жизни, она сыграла определенную роль. Я в шутку иногда говорю, жизнь сделала из меня и даже мои оппоненты политического и физического йога и теперь им не победить меня. Но, кроме всего этого, я должен держать эту форму и этот ритм, потому что я всегда на своем экстремальных условиях. Но все равно формально возраст у вас предпенсионный 59-60 это вот уже пенсия. Черепковы и люди такого типа никогда на пенсии ходят. Даже когда они умирают, их ими продолжает работать. А вот как вы сами считаете, сколько вы еще будете в политике? я гляжу на Примакова и думаю, в политике я буду даже после смерти. Поскольку уже мои оппоненты и судьба так сложилась, что она уже оставила многое то, что в политике... Я вообще-то никогда не следил за этим. Потом, Милар Юргенович, а вы видели, значит, политики 20-го века там и так далее, современные политики, историю сегодняшнюю. Я говорю, нет, вы посмотрите, там 100-летний, да ну какой политик? Посмотрел. Там огромное количество, там столько отводит смерть, даже и я не думал об этом. Поэтому все это оставилось где-то. Но вот за последние годы не сразу ведь вы стали политиком или вы стали политиком сразу, как только стали мэром? Я вообще даже не представлял, что это такое. И когда мне задают вопрос, как вы стали политикой, я не могу ответить на этот вопрос, когда я стал и когда я не стал этим политиком в этом плане. Поэтому это все, ведь каждый человек точно так же, как допустим то или иное дело завершает, он незаметно это начинает. Но партию сейчас вы свою создаете. Да, я обязан это делать. Это борьба за власть, власть это политика. Это инструмент, это инструмент реализации не только моих каких-то жизненных вот притязаний. Но так получилось, что люди идут за мной, я сказал, что они идут не только в Приморье, определенной части их идет по России. и я обязан не упустить этот момент. Я обязан это сделать. Потому что люди... Вы обязаны кому? Я обязан тем людям, которые, ну, во-первых, кто-то на меня делал ставку. Они 8, а некоторые даже 10 лет вот в этой сложнейшей ситуации были рядом со мной. Они не реализовали свои вот те надежды, которые они связывали с моим вот именем и с нашими совместными отношениями. что вот вам в работе приносит больше удовлетворения? Вообще, вот как человеку, когда я делаю людям добро. Для меня, вот даже последние иногда деньги отдать, и вот иногда жена иногда скажет, слушай, ну, нам-то на что-то надо жить. А для меня, вот я помог человеку, которому было трудно. Поэтому вот это бескорыстие, которое вблизи ощущается, даже не просто вот там... Ну, широко-широко известно, что вы еще где-то с 50-х годов, уже полвека, как ведете свой благотворительный фонд, вы часть зарплаты откладывали... С 59-го. С 59-го года. С 59-го года, вот в этом плане. Ну, не это даже главное. Это деньги. А вот судьбу, судьбу своих близких, когда закладываешь, это значительно дороже. Не говоря уже там о здоровье. Это значительно, конечно, дороже, когда ты свою судьбу закладываешь, тут еще ладно, а когда судьбу своих детей, жены, близких, родственников и так далее. Ведь у меня брат моложе меня, когда вот были все эти события в 94-м году, он моложе меня на 15 лет, и он, не пережив все это, они смотрели на меня раньше, как на икону, и вдруг вот так это врези во всем. И он от инфаркта скончался. Сестра старшая, тоже самая преждевременная в этом плане. Поэтому это была трагедия, которая, в общем-то, очень тяжело переносилась. Может быть, мы затронули такую очень деликатную тему, но ведь многие руководители, которые вместе с вами работали, они очень рано ушли из жизни. Мы не будем вспоминать пофамильно, но среди них были и вице-мэры, и руководители других рангов, и даже руководители средств массовой информации. Да, и причем все это было связано с моей судьбой. Если бы они вот на определенном этапе, даже Максиме, ну что там, можем даже конкретно сказать, если бы он не изменил на каком-то этапе свою позицию, да причем, извини, он не на 180 градусов он изменил, а он изменил где-то на 30 градусов свою позицию, и судьба сложилась так, что преждевременно ушел из этой жизни. Жизнь меняется, меняется даже мораль в обществе. И отчетки событий и тем и другим. Со временем меняется. И меняются люди, естественно. Сейчас, сегодня, вы в людях больше цените какие качества? Порядочность. Для меня вот даже ошибка, даже если вот против меня выступают, там и топчат меня, но делают это искренне, даже в силу заблуждения. Какими качествами должны обладать депутаты Приморского края? Вообще не только депутаты, но и любой руководитель любого ранга, он кроме там знаний, образований, жизненного опыта, административных, вот этих вот правовых навыков, хозяйствования, это само собой разумеется, он в той или иной степени должен владеть, но этого крайне недостаточно. Вот эти люди должны обладать мудростью, предвидением. Они должны видеть все, что происходит через другие очки и видеть на несколько лет вперед. Их главная задача вывести из этого кризиса, найти главное направление в законодательной сфере, в экономической базе, в каких-то отношениях правовых и может быть даже и психологических отношений. А сейчас очень много проблем, кроме этого, в том числе и генетические проблемы, проблемы здоровья, экологическая проблема. И они должны видеть не вот то, что им предлагают, а их мудрость должна позволять видеть намного дальше и второе качество никогда не стесняться и не сходить с пути, если убеждены, как бы у вас не бросали камни, как бы у вас не плевали, если вы убеждены, что цель именно там, надо вести туда. И люди всегда поймут и оценят. Пусть не сразу, но потом. они будут испытаны временем и обязательно достигнут. И вот когда мы говорим, вот там преданность нужна, там такая-то нужна, вот когда-то, вот там вот, кто-то с черепковым сработал, кто-то не сработал, и там такие и такие, это все абсолютно неправильно. Поэтому мне хотелось, чтобы эта дума была конструктивной, чтобы она была, вот как тем бы советом мудрых, старейших, ну пусть даже разные возраста, пусть там возраст и юный будет, которые должны, естественно, учиться этой мудрости, но которые видели бы вот это вот на много лет вперед, а не просто вот там грязью поливали друг в друг. Вот такую команду я хотел провести, хотя ее создать не очень просто. Ну, о такой команде, наверное, мечтают и все жители Приморского края, чтобы дума была конструктивной, чтобы она работала на реальный результат, а не только с отрицательством, а политическими заявлениями. Да, но здесь и другая. Более того, вот я убежден, что сейчас, коль скоро настало время более такого государственного прагматизма, то и у политиков, и у депутатов краевых таким вот, скажем так, повседневным инструментом должен стать не трибура с микрофоном, или видеокамера и так далее, журналисты пресс-конференции, должен стать калькулятор, такой рабочий инструмент. Калькулятор, естественно, чувство долга перед избирателем. Я бы выразил так, я иногда так говорю, единственная высота, с которой виден человек, это его дело. А его дело, естественно, и сегодня, когда говорят, вот мы там, вот эту программу, вот там послание президента, или там сверхпослание президента, все это декорации. Результат. И он в первую очередь сегодня должен быть в экономике, потому что, какие бы мы программы ни строили, если мы экономическую базу не подведем под реализацию этих программ, даже гениальные, даже талантливые, да сверхчестные, порядочные люди, они не решают проблемы. Потому что людям надо действовать, людям надо решать свои жизненные проблемы, людям надо закладывать фундамент экономический на свое предприятие, когда мы его раздеваем, и для того, чтобы какие-то там общегосударственные пусть задачи решить, разоряя его, то эта политика никогда не выйдет к правильному причалу, и курс абсолютно неправильный. Я бы сказал еще и другое, вот когда мы коснулись конструктива. Конструктив ведь он бывает разный. Строитель, он может строить сарай, а может строить то, что завтра будет делать большие деньги и давать прибыль для государства, и благо для него, и для всех. Поэтому мы всегда делаем срочное, забывая о том, что надо делать в первую очередь важные, главные. И вот за этой срочностью, вот я иногда же со своими подчиненными там как-то убеждаю, ну Виктор Иванович, ну вот это же надо, это же вот срочно, пожар горит. Ничего, пусть горит. Если мы сделаем это вот важное, никогда на этом месте не возникнет этот пожар. И вот мудрость и понимание конструктивизма, не просто вот конструктивное мышление, а в нужном месте это конструктивное мышление, это был подарком, конечно, нашему законодательству. Тормозим сейчас. Просто есть там еще кусочек или нет? Мы очень четко уложились, очень хорошее окончание было, очень хорошая пауза, и улыбка была тогда классная. Так, значит, как я должен, я должен буду попрощаться с гостем и сказать слова, да? Так, и работаем, работаем, да? Спасибо, Виктор Иванович, за разговор. На этом мы закончим. Дорогие друзья, Спасибо, Виктор Иванович, за разговор. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу программу, которую мы называем «Между черным и белым». Мы постарались отойти в разговоре от крайних оценок. Если вам было интересно вместе с нами, то мы считаем свою задачу выполненной. Спасибо, всего доброго. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok